Муж, посмотрите, какой ширины красивые у него плечи. Действительно, истинный мужчина. Пардон, извините за интимную подробность. На женском туалете женщина нарисована вот так, а мужчина вот так. Он шире в плечах, чем в тазу, женщина наоборот. Именно вот такую фигуру мужскую демонстрирует нам данный красавец-мужчина. Широкие плеча, более сужающиеся к тазу, очень красивые. Вот такое распределение цветов в окрасе называется а-ля методоте. Почему? У него белые перчатки, белая манишка, белые носки, пардон, белые трусы. Все это пиджачком закрывается, очень нарядно. Правда, пиджачок соединен у него с капюшоном, то есть шапочка была. Для идеального бекалора, для идеального бекалорного окраса характерна. Перевернутая латинская буква В Виктория на лице, на морде. При этом глаза желательно должны находиться в окрашенной части этой головы. У него практически глаза окрашены, вот она, доходит эта полоса, до конца 2. В симметрии, чем более симметричен окрас, тем наряднее это смотрится, тем красивее это будет. У него великолепно двигающийся кружок. Ну что ты претендуешь, расскажи. Я поняла, на корону, на корону, так мы красиво умеем показывать. Корона нам тоже очень дожили. Вот, мы звездим абсолютно. Животные, на мой взгляд, великолепной выставочной кондиции. Очень ухожены, абсолютно контактны. У Бобтейла предпочтительные рикитные курсы для того, чтобы он двигался, чтобы он хотя бы чуть-чуть этим огоньком, скажем так, вилял, да, как вилят собаки. Но дело в том, что у Бобтейлов есть еще одна уникальная особенность. Ни у одной породы кошек больше ее нет. Это единственная порода, которая ходит и находится. Как кошек. То есть, вперед сначала наносится правая передняя нога и сзади, и потом точно так же левая часть тела. Именно поэтому походка Бобтейла сходна с походкой манекенщиц на охоте. Такая немножечко, я бы сказала, танцующая, да, не вилляющая, как вилляющая, некрасивое слово. Но именно танцующая походка, вот такая-то удивительная порода, вот такие-то красивые шутки. Спасибо большое.